Нас приветствует президент фонда Мир Сент-Экзюбери, летчик-испытатель Мстислав Степанович Листов. Дорогие друзья, поскольку здесь много летчиков-испытателей, космонавтов, они достаточно подробно рассказывают о биографии, конечной легкой биографии. Игорь Петрович, я расскажу то, постараюсь это сделать так уж и короче, о чем вы не знали. Наверное, интересно, как создавался этот памятник. Он упал буквально с неба. Идея у меня пришла полтора года назад. Я написал письмо в Роскосмос, меня генерального директора. И подписали его два месяца, подписывали восемь героев Советского Союза, шесть лучших воспитателей, заслуженных героев, естественно, и отправили в Роскосмос. Получили отпас. Мы не занимаемся благотворителем. Ну, ничего не скажешь, нужно начать думать, как это преодолеть. Проходит полгода, я все сжимаю. Вдруг получаем из Роскосмоса письмо. Приезжайте, будем разговаривать. Ничего не понимаете. Я говорю в Роскосмос, ответственное лицо, говорим мне, давайте быстро выставляйте документы, то-то, то-то. Все быстро это делаем. И буквально без всяких проволочек были перечислены средства, почему мы на сзади памятника, потом посмотрите, написано в поддержке Роскосмоса. операции Роскосмоса. Мы получили эти деньги, и дальше надо было делать сам памятник. У каждого корабля, так же, как у каждого памятника, должна быть крестная мама. Вот у нас крестная мама была известная врач, гарантолог, профессор, Нина Михайловна Попкова. Вот она стоит здесь, пожалуйста. Она жена, дважды Героя Советского Союза, лётчика, боевого лётчика, Виталия Ивановича Попкова, прототипа главного героя, маэстро в знаменитом фильме «Поинтоподистрия». Благодаря ей, его жизнь она ему продлила после большой травмы. И вот она мне порекомендовала скульптора Яворска. Игорь Яворский, мацанинный провал, он известный скульптор. Мы сразу нашли общий язык. Он хотел, он и не лётчик, но у него дядя был командир полка, пойди в войну, и он очень хорошо разбирается в истории авиации. И мы с ним буквально с первых минут нашли общий язык. И потом работали дружно несколько месяцев над этим образом. Ему помогал молодой скульптор Максим Мухаев, он тоже здесь, и прорабатывал детали экипировки. Игорь Петрович, он изображён противоперегружным костюмом с гармошлевым в руках. Для этого надо было всё представить зримо, что мы и сделали, поехав в школу Грязодубовой, и там лётчики-испытатели с её фирмы подарили костюм противоперегружным с гармошлевым, и с него прямо вот лепили этот непосредственный антураж. Ну и дальше мы очень дружно работали, надо сказать, деньги нашли, скульптора нашли, но нужно же, чтобы мэр это понял, да, вообще, администрации города. Мы поехали, договорились, о встрече с мэром. И, должен сказать, было шесть заседаний ни одной бюрократической зацепки. Юрий Вячеславович Прохоров, я могу сказать только ему спасибо большое, всё лишалось буквально с, ну, как это говорится, с колёс, никаких бюрократических проволочек не было, лишались вопросы и с самим местом, и с выбор мест, предложили мне три места, два места, я ответ, а вот это место мы очень рады, я надеюсь, что вам тоже нравится, солнечная улица, прекрасный бульвар, до него сегодня прошли наши замечательные летательные аппараты, СУ, которые отдали как бы дань памяти Юрий Петровичу Болгу. Ну, и, как тут говорилось, поэтому я благодарю всю администрацию и Болгу, Селендерейчик, который помогал нам также, и всех, кто участвовал в административном плане в создании этого памяти, реализации. Это было всё на редкость для нашей сегодняшнего действительности чёткой, ясной и без малейшей бюрокарии. Поэтому давайте им поаплодируем. Иначе это память как вот настоящее. Я с Игорем Петровичем дружил 43 года, так же, как с Владимиром Александровичем, Жангетовым, и поэтому был момент, когда меня тоже направил Силаев, наш министр, на Буран, но вы знаете, что Буран наш погиб благодаря нашим Верховным правителям и Дурану у нас не оказалось. Но благодаря его команде был отработан автоматический полёт, который был совершён в 88-м году с изумительной точностью. И, конечно, это большая заслуга всех тех, кто испытывал этот космический самолёт. через несколько дней пользуясь случаем как вам через два стола месяца в городе Сальгаредо, Италия, будет открываться досками малярные Римасу Станкевичу, который начинал испытывать Буран вместе с Игорем. Поэтому, кто из вас будет в Италии, кто хочет полететь, они пришлют нам приглашение, уже прислали лечебным испытателям, и я думаю, что там тоже божественно будет красиво очень господин. Ну и что я хотел бы в конце сказать, что поскольку я представляю фонд Санкт-Петербурга, я хотел бы вспомнить слова Антлауна Тесант-Икзю-3, которые, надеюсь, уже все любят и кажут, мы все нормально изменяемые люди. Маленький принц это вторая почитаемость книга в мире после Гиблии. Но в другой книге «Планет и людей», которую очень любила кстати Марина Святая, Владимир Петрович, есть такие слова. Я верю в таких летчиков, которые не делают расчетов, а прислушаются к внутреннему полюсу. Совершив полет, они обходят вокруг самолета, поглаживают экипаж, пощупывают крыло, а потом обернутся к ведущему инженеру и говорят, вот так надо сократить несущую поверхность. Разумеется, я восхищаюсь наукой, я восхищаюсь мирностью. Это слова Антониды Санкт-Петербурга, они у нас находятся на фронтоне в памятном, чтобы быть, я должен участвовать. Это в полной мере присуще подобрать короткую, это присуще Игорь Петровичу году. И в заключении хочу сказать, что в памятник установлен прекрасное место, здесь много детей, вот они стоят, сидят, некоторые лежат. Вот, и они будут приходить сюда, у них будут злимые образы этого герога, потому что одно дело слышать, а другое дело видеть. Он в зверхой форме, он на работе, я думаю, что он вдохновит. этих девчонок и мальчишек, у нас и женщина в космос летает, на будущие подвиги, которые мы немножко глубоко поселили. Спасибо за внимание.